МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 18.30 в Новосибирске области в эфире вечерние новости. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. И коротко о главных темах. Строительная флотилия на середине реки. По какой технологии будут возводить опоры моста в русле Аби? Черепанова сирота получил квартиру только в 30 лет. Почему его семья не рада долгожданному новоселью? Ее нельзя надеть, но мечтает о ней каждый служитель мельпомены. В Москве раздали золотые маски. Начинаем выпуск со срочного сообщения. В эти минуты спасатели ликвидируют крупный пожар в Ленинском районе Новосибирска. Бригады выехали на место возгорания. Четвертый порт Артурский переулок еще в 2 часа дня. Пламя охватило двухэтажный частный дом. Тушение осложняло то, что все строения оборудованы газовыми котлами. Известно, что один из них взорвался. Кроме того, в домах много баллонов и несколько взрывов пожарные фиксировали в момент тушения. О погибших и пострадавших пока нет информации. На месте работает наша съемочная группа. Все подробности ЧП расскажут мои коллеги в программе «Экстренный вызов». Оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил новые ограничения на территории Новосибирской области. Так, с 16 ноября на две недели должны прекратить работу фастфуды и кинотеатры, расположенные в торговых центрах. По последним данным, в регионе за минувшие сутки скончались от коронавируса 5 человек. Новых подтвержденных случаев заражения 179. В области продолжаются проверки, соблюдение мер безопасности в местах массового скопления людей, особое внимание общественному транспорту и торговым точкам. 13 тысяч амбулаторных больных в регионе получат необходимые при лечении коронавируса антибиотики бесплатно. Напомню, такое поручение властям на местах дал президент Путин. Параллельно в нашей области расширяют и сеть стационаров для лечения пациентов с ковид. Количество пациентов, которые поступают сегодня в распределительные центры, оно сегодня позволяет нам, и выписка, которую мы сегодня осуществляем, оно позволяет сегодня нам иметь открытых ровно столько ковидных госпиталей, сколько мы открыли. В ближайшее время, как я уже говорил, мы с понедельника планируем разворачивать еще и ковидный центр на базе клиники НИТО, федерального медицинского учреждения нашего. Строители начали возводить опоры четвертого моста непосредственно в русле реки Обь. Сейчас там устанавливают баржу паром с подъемным краном грузоподъемностью в 194 тонны. Технология сложная. В грунт под водой погрузят обсадную трубу, которая будет защищать установку от воды. Потом начнут обустраивать сами сваи. Сначала пробурят скважины, зальют их бетоном. Высота опор над водой больше 15 метров, чтобы под мостом могли проходить суда. Маневры в русле реки осложняло то, что в непосредственной близости проходит высоковольтная линия электропередачи. Сейчас работы ведут на всем протяжении будущей переправы и на земле, и на воде. На площадках работают 450 человек и 68 единиц спецтехники, включая строительную флотилию. К другим темам. На 40% в ближайшее время повысится оплата за вывоз мусора для новосибирцев. Федеральная антимонопольная служба посчитала принятые областным департаментом по тарифам расценки несправедливыми. О том, какие расходы регионального оператора, по мнению ФАС, не учли в тарифе, узнал Александр Попов. Федеральная антимонопольная служба обязала профильный областной департамент поднять тарифы на вывоз мусора с 60 до 83 рублей. Согласно ФАС, региональный регулятор не учел такие нюансы в зарплате водителей и погрузчиков, как отпуск и выходные дни. Также не была включена покупка контейнеров. Однако в законодательном собрании считают такое решение правовым беспределом. На днях с экологией Новосибирск разрывает договор крупнейший перевозчик. Компания «Айсберг» отказывается от своих обязательств по вывозу половины новосибирского мусора. Я вообще в этом виду вижу, ну скажем так, не картельный сговор, а мутную схему. Я допускаю, что у этих перевозчиков, у нас, скорее всего, есть задолженности перед своими субподрядчиками. Поэтому в этом случае лучше бросить и объявить себя банкротом, чтобы потом никому ничего не платить. Сегодня региональный оператор устраивает вот этот новый конкурс, устраивая, значительно завысил цены на вывоз, на транспортировку. По некоторым районам там на 25, на 35, а несколько районов вообще на 52%. То есть региональный оператор будет платить перевозчикам на порядок больше, компенсировать эти расходы и должно повышение тарифов. А вот в самой экологии Новосибирск вообще считают это снижением. В 2019 году жители платили по 90 рублей. Здесь было 30-ти процентное снижение. Это было, и на наш взгляд, это был результат ошибки. Мы об этой ошибке заявили, и нас в этой ошибке уверили, что она была действительно сделана. Ошибка ее, и ее исправили. В результате этой ошибки 100 сотрудников экологии Новосибирск уже получили уведомление об увольнении. На это компания была вынуждена пойти, поскольку тот тариф, который действовал до сегодняшнего дня, просто не позволял платить зарплату людям. Сейчас департамент по тарифам при поддержке депутатов ЗАГС Собрания пытается оспорить повышение тарифов через суд. Однако в группе ВИЗ, в которую входит экология Новосибирск, заявляют, будут отстаивать свои интересы до конца. Я вам скажу честно, если бы группа ВИЗ, я лично, этим вопросом бы не занимался, был бы коллапс. Это очевидная история. Еще один вопрос, который этим летом сдвинулся с мертвой точки, строительство двух мусоросортировочных заводов. И в июле уже получили из федерального ФАС ответ положительный, который нам сегодня позволяет уже приступить к реализации этих проектов. На сегодня экология ждет подписание ДОП-соглашения с областным правительством. Сразу после этого начнется проектирование комплекса на первом участке, вверх в Туле. Александр Попов, Борис Гладких, Новости ОТС. В редакцию Новости ОТС с жалобой на жилищные условия обратился житель города Черепаново. В его квартире из-за протекающей кровли весной и осенью стены намокают, и под обоями распространяется грибок. Сюжет Станислава Блинова. Я заехал в мае, получается, было сухо, все, вот только ремонт сделанный. И в сентябре это уже все началось. Все вот это протекать, и вот с 18-го года эти проблемы, это уже неоднократно. Уже даже обои сюда мы не хотим клеить, смысла никакого нет. Егор Тутов воспитывался в детском доме, квартиру получил в 30 лет, но жить там не может. В семье трое детей, а жена недавно перенесла серьезные заболевания легких. Я хочу добиться, чтобы мне главное сделали вот крышу и вот эту стену. Ремонт я уже буду сам делать, ладно, уже буду потолки эти дешевые куплю, это же подороже можно. Но смысла делать ни потолок на весну не сделать, это все будет под ним, это все будет плесень. Ничего нельзя сделать с ней. В дальнейшем ты, говорит, ее продашь, кто другим людям мучится. Проверка, проведенная областной прокуратурой в апреле этого года, подтвердила, крыша дома находится в непригодном состоянии. Однокомнатную квартиру Егор получил по договору найма, а ее собственником является Черепановская администрация. Мы выехали комиссионно, зафиксировали действительно, что крыша протекает в тот период. Значит, выехала строительная компания, мы крышу починили. И Тутов подписал акт, что теперь претензий он не имеет, что крыша починена и никаких проблем уже не создает. То, что плесень в квартире, да, но это уже как бы внутренняя, он должен сам плесень эту убрать. В управляющей компании утверждают, ремонт был, но ремонтировали кровлю лоджии. С остальной крышей все в порядке. Заявок и жалоб не было, а плесень на стенах квартиры можно убрать антисептиком. Я ему говорил, ты обработай просто антисептиком, и все. И все, эта чернота, это уйдет. А как вот это течи кровли, ну нет там течи кровли, нету. Если бы действительно была бы течи кровли, вот так, как он говорит, то давно бы уже сделали. Старший по дому бы, то есть утвердил план ремонтных работ, и были работы произведены. История еще не закончена, но чтобы подтвердить свои слова, в дальнейшем Егору Тутову придется записать видеодоказательство протекания кровли и составить акт повреждений с привлечением старшего дома. Станислав Блинов, Александр Егоров, Новости ОТС. А дальше в нашем выпуске расскажем о том, какая новая техника поступила на вооружение 41-й армии. Подробности конкурса «Сибирские кутерье» и что помешало хоккеиста-псельмаша победить в дерби. Оставайтесь с нами. На вооружение 41-й армии поступил новейший радиолокационный комплекс обнаружения «Подлет». Он способен обнаружить и сопровождать до 200 низколетящих целей даже в условиях горной и лесистой местности. Комплекс состоит из трех КАМАЗов, один из которых оборудован антенной, второй – центром управления, а третий – генератором. Пока большая часть информации о новинке засекречена, оборонные предприятия, участвовавшие в разработке комплекса, раскрыли лишь некоторые данные. В частности, что станция способна находить и сопровождать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, в том числе построенные с использованием стелс-технологий. А за счет базирования на автомобилях достигнут крайне высокий уровень мобильности. Впервые в формате онлайн сегодня в Москве проходит церемония награждения лауреатов национальной театральной премии «Золотая маска». Трансляция из Театра наций, за которой следит страна, еще продолжается. И мы пока не знаем, есть ли очередная маска у нашего красного факела. До этого момента в истории театра их было три. Все решается в эти минуты. И на прямой связи со студией мой коллега Алексей Кудинов, который сопровождает артистов в поездке в Москву. Алексей, добрый день, как слышите нас? Добрый вечер, Екатерина. Слышу вас хорошо. Мы находимся в Театре наций, где только что закончилась онлайн-трансляция церемонии вручения премии «Золотая маска». Так получилось, что в этом году все номинанты смотрели и гадали, и реагировали, и радовались с помощью видеосвязи, следили за этой церемонией онлайн. И напомню нашим телезрителям, что Новосибирский театр «Красный факел» находится в Москве. Буквально на последнюю подножку поезда вскочил. Накануне сыграли артисты спектакль «Дети солнца», здесь же в Театре наций. И есть одна награда – Андрей Черных. Лучшая мужская роль второго плана. Поздравляем, Андрей. Поздравляем вас в первую очередь. Насколько, когда сюда ехали, когда начинали работать, выходили на сцену, надеялись на награду? Насколько вообще вот эта «Золотая маска» – она важна? Ну, когда начинаешь играть в спектакль, тем более на каком-то фестивале, стараешься вначале догонять от себя такие мысли, потому что они как бы мешают. Какая может быть надежда? Просто-напросто надо играть так, как обычно играешь. Но вот в результате, значит, сыграли на отлично. Раз, маска наша. Ну, то есть вчера вечером не думали, не гадали, сколько, что, или каждый сам за себя в номере пытался прикинуть свои шансы? Ну, во всяком случае, я старался об этом не думать. Это никак в спектакле не на пользу, когда ты о чем-то думаешь, что тебе предстоит сделать, там, все вот эти вот мысли о какой-то ответственности, все мысли о том, что тебя впереди ждет, стараешься от себя отогнать. Я знаю, что многие новосибирцы, жители области, смотрели прямую трансляцию спектакля, и было очень много камер. Как-то потом звонили, писали вам. Ну, знаете, я сейчас, ну, после спектакля ничего такого не было, а сейчас я еще не подходил к телефону, не знаю, что там. Мы еще раз поздравляем, мы очень рады за наш замечательный театр, за «Красный факел». Желаем силам сегодня еще один спектакль отыграть. Сегодня еще спектакль, между прочим, вечером. Будем играть, так что расслабляться не стоит, расслабляться еще рано. Это было настолько неожиданно, насколько и очень приятно. Все, кто успевает, прилетайте в Москву в Театринадский сегодня «Дети, солнце» спектакль, который получил благодаря Андрею, благодаря всей команде, вот эту замечательную награду «Золотая маска». Спасибо, Екатерина. Спасибо, Алексей Кудинов из Москвы, где сегодня вручили главную театральную премию страны «Золотую маску». И поздравляем Андрея Черных «Золотая маска» за лучшая мужская роль второго плана спектакля «Дети, солнце». К другим темам. 25-й конкурс модельеров «Сибирский кутюрье» стартует в Новосибирске на суд жюри. Представят 22 коллекции молодых и начинающих дизайнеров из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и регионов Сибири. Цель конкурса – показать разные школы дизайна. То есть мы не говорим, что приедет большое количество байеров, которые раскупят их коллекции и начнется производство. Мы говорим о том, что мы создаем и показываем коллекции, и нужно показать, на каком материале мы должны работать, показать уровень создания коллекции. На конкурс было подано больше 200 заявок. В этом году больше всего коллекции представлено в номинации «Предапорте и городской костюм». Это направление одной из самых популярных среди молодых дизайнеров. Но будут и коллекции сценических костюмов, также этнических и национальных нарядов. Для многих этот конкурс – трамплин для старта карьеры. Не секрет, что участники прошлых лет стали успешными и открыли свои дома мод. На этот раз конкурсантов ждет не только экспертная оценка, но и мастер-классы от известных дизайнеров страны. Но кто победит в конкурсе, станет известно 14 ноября на финальном дефиле. В Новосибирске остановились перелетные утки местом временного пристанища. Птицы выбрали участок реки Обь возле парка «Городское начало». Орнитологи говорят, в последнее время зимовка уток в больших городах стала обычным явлением. Например, в Красноярске после того, как построили ГЭС, Енисей не замерзает вообще. И там колония птиц стала местной достопримечательностью. Уток с удовольствием кормит горожане. На месте же, где уток заметили в Новосибирске, в Обь впадает каменка. И зимой в этом месте полынья. А если учесть, что и рыбы в избытке, то для условия для зимовки весьма комфортные. Жителю Новосибирска удалось снять на смартфон огромного лося в лесу под Тогучином. Лесное животное весом в полтонны и ростом 2 метра несколько секунд позировало фотографу. Обычно эти животные человека боятся, но именно от страха лось иногда атакует. А при таком весе и росте это может привести к серьезным травмам. Но в этот раз все обошлось. Сахатый попозировал и убежал вглубь леса. Долгожданный старт чемпионата обернулся настоящим кошмаром. Хоккеисты Сепсельмаша провели первый поединок сезона и крупно уступили на выезде к Кемеровскому Кузбассу. О том, как коронавирус вмешался в планы новосибирского клуба и о самом крупном поражении Сепсельмаша в истории дерби. В день выезда Сепсельмаша на первый матч чемпионата команда получила результаты тестирования на коронавирус. И тренерскому штабу в спешном порядке пришлось собирать всю имеющуюся в резерве молодежь. Семь игроков основного состава и все три вратаря клуба отправились на карантин. В подобных обстоятельствах противостояние с Кузбассом из принципиального дерби превратилось в испытание лишь для одной команды Сепсельмаша. Говорили ребятам, что Кузбасс может предпринять. В принципе, что говорили, то ребята соперника и сделали. Но у нас вот эти вот места, на которых играли молодые хоккеисты, им не хватило где-то опыта, внимания. Стартовое волнение не прошло мимо новосибирцев и уже в первом тайме гости горели 9-1. Собственные трудности наложились на высокую мотивацию соперника. Этот матч для Кузбасса стал первой официальной игрой с 6 марта. Команда пропускала Кубок России из-за вспышки коронавируса. Так что на этот поединок у хозяев был особый настрой. Неудивительно, что град голов обрушился на ворота дебютанта, юного Олега Монахова и во втором тайме. Общий счет встречи 18-2. Голами в составе Сипсельмаша отметились опытные Денисов и Даровских. Как они могли, так они и сыграли на данный момент. Посмотрим, что будет дальше. Такого легкого матча Кузбасса я, конечно, в Новосибирске не обещаю. Но будем стараться взять реванш. После выезда на старте сезона домой Сипсельмаш вернется уже 14 ноября. На своем поле команда примет уральский трубник. Начало чемпионата для Сипсельмаша и так оставшегося без большой ледовой подготовки становится еще более сложным. От того, как клуб преодолеет этот период и сумеет ли молодежь заменить лидеров, будут зависеть дальнейшие перспективы сибиряков. Это все новости к этому часу. Информационные итоги дня подведем на канале ОТС в 20.30. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok